От казачьих плясок до народных песен в Самаре прошел концерт, приуроченный сразу к двум событиям. Дню России и 20-летию Ассамблеи народов Самарской области. Каждый год именно это общественное движение собирает на одной концертной сцене представителей народов, проживающих в Самарской области не одно десятилетие. Большой концерт двухчасовой по 20 коллективам, которые будут представлять представители 20 народов, которые сейчас проживают в Самарской области. А всего их у нас сейчас 157. Это показывает то, что всем народам живется привольно и задача нашей организации укреплять дружбу, взаимопонимание, развивать культуру наших народов, проживающих сейчас в нашем регионе. Подобного рода мероприятия, особенно приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации, сплачивают лучше, чем какое бы то ни было действие. Консолидируют городское сообщество, консолидируют представителей разных этносов. Россия одна на всех. Одноименный праздничный вечер собрал десятки как зрителей, так и участников. В холле развернули выставку детского творчества, а также изделия народных ремесленников. Сергей Нестеров почти 7 лет вместе с супругой управляет семейной артелью. На пару заняты созданием предметов казачьего быта. Исключительно своими руками делают все, начиная с шашки и заканчивая кубанками. Дополнительно проводят уроки традиционной рубки для взрослых и детей. Являемся членами Самарского казачьего землячества. Концертная программа прошла с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Впрочем, единению это не помешало. Я сама башкирка с большим почтением и уважением отношусь и к русским, и к татарам, и к чувашам, и к мордве, ко всем. Это праздник, который всех нас объединяет. Мы пришли на настоящий праздник посмотреть искусство. Там люди своими руками выполнили поделки за хорошим настроением. Ожидала, что будет какое-то просто рядовое мероприятие. А тут оказывается такой праздник. День России. Это здорово. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.